СПОНСОР ВЫПУСКА Интернет-магазин картплейс.ру Любые варгеймы с бесплатной доставкой по всей стране и за её пределы. Чем больше мы раскапывали, тем понятнее становились его очертания. Это был корабль. Без всяких сомнений, это был корабль, все ещё погребённый под сотнями метров камня. Он, должно быть, пролежал здесь миллионы лет, но даже после всего этого времени он не казался неразрушенным, не покинутым. Он выглядел целым и работоспособным, и множество рун, швов и панелей намекали, что внутри могло бы быть место для чего-то, что тоже могло выжить. Но мы боялись узнать, что обретается внутри. Историум ТВ совместно с порталом warhammergames.ru представляет. Субтитры создавал DimaTorzok Осколки Ктан Осколки Ктан – всё, что осталось от некогда могущественных звёздных богов. Однако даже в таком состоянии их силы едва ли не безграничны. Повелевая энергиями и материи, чужими сознаниями и даже самим временем, они используют в бою мириады различных способностей, обычно в той или иной мере сходные с теми, что предпочитал тот звёздный бог, чьими осколками они являются. Однако природа как самих Ктан, так и их частей столь загадочна и не познана, что даже точно зная, чей осколок находится на поле битвы, всецело предсказать, какими силами он будет обладать невозможно, ибо в осей галактике не сыскать двух одинаковых частей звёздных богов. Томящиеся в экстрамерных темницах осколки Ктан зачастую остаются последним оружием, применяемым немёртвыми армиями в войне, ибо даже некроны опасаются использовать осколки Ктан в битве, боясь, что это воистине ужасающее существо сможет вырваться из-под их контроля. Всё же, когда некроны порой в отчаянии, а порой из-за самонадеянности, владыки выпускают осколки Ктан в бой, Единственное, как враг может их уничтожить, это пробитие его Некродермис, тело из почти неразрушимого живого металла, где заключена его сущность. Если Некродермис разорван, осколок Ктан взрывается во вспышке ослепительной энергии, и тварь рассеивается галактическими ветрами. Тессерактовые темницы Только такая безжалостная и своекорыстная раса, как некроны, могла придумать использовать тессерактовую темницу в своих целях. Эти машины, по сути, свои мобильные тюрьмы, в которых заключён ужасающе опасный пленник, слишком сильный для сдерживания внутри обычного тессерактового лабиринта, трансцендентный Ктан. В то время как даже простой осколок, смертоносное оружие, которого справедливо опасаются и хозяева, пленник тессерактовой темницы, столь невероятно могуч, что даже многоуровневая гипертехнология некронов не в силах полностью обуздать его энергии и всецело направить их на службу самой темницы. Энергии Ктан постоянно разрушают свою тюрьму, и лишь беспрестанный труд множества коноптиковых пиявок и стражи, что своими восьмью щупальцами окружают осколок силовым полем, не дают тессерактовой темнице самой обратиться в прах. Трансцендентный Ктан Даже будучи скованным внутри сверхъестественной тюрьмы, трансцендентный Ктан способен обращать врагов в прах, поджигать землю или вызывать сдвиги в коре планеты лёгким мановением руки. Но в самой отчаянной ситуации немесоры могут выпустить это ужасное существо на волю из темницы, позволяя ему свободно неистовать на поле боя. Однако это столь же опасно для некронов, как и для их врагов. Величественнее и смертоноснее обычных осколков трансцендентный Ктан считаются самыми опасными среди своего рода, поскольку объединяют в себе от дюжины до сотни таких фрагментов, и порой сила трансцендентного Ктана много превышает сумму составляющих его осколков. Флот Флот некронов ни в чём не уступает их планетарной армии. Даже самые маленькие их корабли, созданные из того же живого металла, что и всё остальное у металлической нежити, бронированы на уровне, с которым могут сравниться лишь самые лучшие корабли Империума. Более того, быстрый саморемонт и их малая заметность для технических средств делают задачу по уничтожению кораблей некронов ещё более сложной. Не хуже обстоят дела и с вооружением. На их кораблях стоят увеличенные версии того смертоносного вооружения, что несёт в бой пехота и техника, а продвинутые телепортационные технологии позволяют им использовать телепортационные атаки, на уровне, с которым могут конкурировать разве что космические десантники. В довершение всего мощные и чрезвычайно продвинутые двигатели некронов позволяют большинству их кораблей двигаться своей истинно впечатляющей скоростью, которая кажется невероятной для кораблей их размера, с лёгкостью конкурируя не только с самыми бестроходными Имперскими кораблями, но и бросая вызов Эльдарам. К слабым сторонам некронского флота можно отнести разве что отсутствие пустотных щитов или их аналогов на типовых кораблях. Это едва ли сильно сказывается на уровне защиты некронских кораблей, однако это позволяет проще совершать телепортационные атаки на их корабли. Несмотря на то, что некроны за счёт своих телепортеров способны совершать массивные абордажные атаки на ограниченной дистанции, сами некроны, ввиду достаточно медленного реагирования на угрозы, не менее уязвимы к ответным молниеносным атакам на их корабли. Так, бравые штурмовые отряды Имперского боевого флота или отряды космодесантников порой успевают заминировать и подорвать реакторы и двигатели кораблей некронов прежде, чем некроны успевают организовать эффективное противодействие. Хотя флот некронов структурно не идентичен Имперскому боевому флоту, да и видов кораблей у них заметно меньше, всё же можно выделить у них класс эскортов, лёгкие и тяжёлые крейсера и флагманы. Наименьшим кораблём некронов является рейдер класса Панихида, и замечены во флотах некронов они несколько реже своего большего собрата. Панихида является собой уникальный корабль, по крайней мере по меркам стандартных звездолётов, ведь кроме батареи молниевых дугомётов, на этом эскорте стоит портальная система, которая позволяет даже столь малому кораблю проводить полноценные телепортационные атаки на корабли противников. Вторым кораблём, приблизительным Имперским эскортом некронов, является рейдер класса Шакал. Не столь оригинальный, как Панихидор, Шакал просто имеет убийственную для своего класса огневую мощь, которая омрачает разве что отсутствие эффективных средств поражения тяжелобронированных целей. В отличие от многих эскортных кораблей Имперского флота, корабли некронов практически не исполняют роли защитников крупных кораблей, хотя бы ввиду отсутствия пустотных щитов для распределения повреждений, или усиленных заградительных турелей для противостояния торпедам и бомбардировщикам. Наоборот, за счёт большей структурной целостности, крупные корабли некронов могут гораздо дольше регенерировать повреждения, прежде чем вражеский огонь сможет нанести им непоправимый урон, а импульсные генераторы борются с малыми целями не менее эффективно, чем целая эскадрилья имперских или тауянских эскортов. Вместо того, некронские корабли сопровождения используются для молниеносных ударов по кораблям противника, будь то другой эскорт или огромный боевой крейсер. В то время как Шакал осыпает корабли градом огня, разрывающего броню на цели на молекулы, Панихидо забрасывает на вражеские флагманы целые фаланги смертоносных воинов, которым может противостоять далеко не каждая корабельная команда. Основу флоту некронов представляют корабли класса Жатва. К ним относится боевой вариант корабли модели Коса и ещё более ужасающий вариант корабль модели Жнец. На вооружении этих кораблей находятся батареи молниевых дугомётов, корпускулярные хлысты, способные спорить в дальности с оружием имперских линкоров или линейных крейсеров, ряды портальных установок для телепортационного абордажа, пули из корабеев, в некотором роде заменяющих кораблю бомбардировщики или торпеды и импульсный генератор, безвредный для кораблей некронского флота, однако повреждающий все остальные объекты вблизи себя. Жнец отличается от Косы тем, что внутри Жнецов расположены особые склепы, называемые усыпальницами. Неизвестно, что находится в этом трижды проклятом месте, но это то, будь то существо или технология, излучает ауру чистого инстинктивного ужаса в окружающее корабль пространства. Всех, кто попал в это так называемое поле кошмаров, наводняют видения ужасов, с которыми способно справиться далеко не каждое существо, будь он простым матросом на огромном корабле или пилотом бомбардировщика. Слабым утешением для врагов подобных кораблей служит то, что и импульсные генераторы, и поля кошмаров, несмотря на их впечатляющий радиус действия, все же менее дальнобойные, чем большинство обычных орудий. Впрочем, высокая скорость кораблей некронов, вкупе с превосходным бронированием, обычно не позволяет помешать Косым и Жнецам сблизиться на достаточное расстояние, для использования всего их смертоносного арсенала. Линкорами и флагманами некронского флота следует считать корабли-гробницы. Хотя у некоторых владык некронов были замечены, а в ряде случаев и уничтожены уникальные экземпляры, порой значительно больше и сильнее стандартных, и единственным неуникальным видом кораблей, с которым встречался Империум, следует считать модель корабля-гробницы класса Курган. Гробничные корабли в высшей степени защищенные и превосходно вооруженные корабли, способные один на один победить практически любой имперский корабль из находящихся ныне в строю. Курганы несут на себе сходное, хотя и в большем количестве с Жнецами вооружение, с одним исключением. Дальнобойные корпускулярные хлысты заменены на фронтальный энергетический истощатель. Хотя это оружие в крайней степени недальнобойно, да еще вопреки обычной компоновке вооружений уникронов, не способно обеспечивать 270-градусный сектор обстрела, стреляя исключительно в переднюю арку, его мощь поражает. Если экипаж атакованного корабля не преуспеет в перенаправлении энергетических потоков, значительная часть энергии вражеского судна, необходима ему для ведения эффективного боя, перетечет на гробничный корабль, форсируя его системы. Возможно, единственной слабой стороной курганов является то, что в отсутствии даже корпускулярных хлыстов, его оружие уступает дальностью не только новопушкам, но и просто большей части орудий линкоров и других дальнобойных кораблей. Учитывая, что гробничный корабль хоть и очень крепок, но отнюдь не неуязвим, и при этом заметно медленнее, чем корабли класса Жатва, враг некронов, имея достаточную огневую мощь, может уничтожить курганы на подлете, не дав им воспользоваться опустошительным арсеналом. Впрочем, корабли такого класса редко действуют в одиночку. Кроме этих, наиболее часто встречающихся во флотах некронов кораблей, разумеется, есть и некоторые другие суда. К примеру, несколько раз было зафиксировано столкновение имперского флота с легкими крейсерами, классифицированными как Саван, которые прекрасно проявили себя, показав отличное сочетание скорости, огневой мощи и достаточной защищенности. Но особенно значимым является корабль, известный как Мирмеханизм, появившийся в секторе Видар. Это был громадный корабль, сравнимый размерами с иными планетами, обладавший фактически непроницаемыми щитами, защищенный от телепортационных атак и способный стирать жизнь с целых планет. Остановить его смогли только ценой жертвы целого Ордена Космического Десанта, чья боевая баржа Темпестус пошла на таран вражеского Левиафана, а боевые братья уничтожили его изнутри. Впрочем, то, что даже такой воистине уникальный корабль всё же был бесславно уничтожен, безусловно, не делает некронам чести. В следующей части мы начнём рассказывать о следующей расе мира Вархаммер 40 тысяч, о Эльдарах. А на этом у нас всё. Подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые выпуски, оценивайте и делитесь видео, чтобы другие люди Торрес могли ознакомиться с материалом. Пишите комментарии, высказывая свои предложения и пожелания. А также не забывайте, что всю подробную информацию по вселенной Вархаммер 40 тысяч вы сможете найти на портале warhammergames.ru Ссылка в описании. Благодарим вас за просмотр и да пребудет с вами благословение Императора! В мрачной тьме далёкого будущего есть только война. Субтитры создавал DimaTorzok